ДТП Главное правило – заполнять его следует только шариковой ручкой. Грамотно нарисовать схему ДТП, записать контактные данные очевидцев. И если участники аварии согласны с тем, кто виновник случившегося, то оформление дорожно-транспортного происшествия у вас займет не более получаса. Но люди боятся пользоваться европротоколом и продолжают вызывать госавтоинспекторов. Так, сегодня на проспекте Ленинского комсомола при въезде во двор из-за мелкого ДТП на 5 часов было перекрыто движение. Другим автовладельцам пришлось искать пути объезда, а некоторые и вовсе нарушали правила дорожного движения. В общем, сплошные неудобства. Сегодня виновники ДТП игнорировали право составить европротокол. Но после 1 июля при вызове ГИБДД на такие аварии участникам придется заплатить штраф за затруднение движения при дорожно-транспортном происшествии. В размере 1 тысячи рублей. И как же быть, если договориться стороны не могут? Все решает фото- и видеосъемка с места аварии. Доставляются вот эта схема ДТП и фотографии или видео с места ДТП. И тогда уже в здании ГИБДД оформляют постановление на виновника. Поэтому стоит запомнить, если произошло ДТП, но нет пострадавших, и размер ущерба не превышает 400 тысяч рублей, доставайте свои европротоколы, которые выдаются к страховому полюсу при покупке или скачивайте их из интернета. Заполняйте хотя бы свою часть протокола, если второй участник отказывается заполнять свою. Фотографируйте оба автомобиля со всех сторон. Снимайте видео. Обращайтесь с этим материалом в ГИБДД, где вам помогут определить виновника. Все это вам пригодится, когда дело дойдет до обращения в страховую компанию. Юлия Погасян, Евгений Петров, Анастасия Нарухонова, Видное ТВ.